Приветствую вас! Первое, с чего бы я хотел начать, это с того, что высказать согласие с позицией Лидии в том, что действительно вашему сыну, скорее всего, нужен именно нарколог, и вполне вероятно, ищу и, возможно, дерзкий психолог. Потому что, ну, не просто так, ваш сын ведет себя подобным образом, значит, его получается что-то беспокоить, что-то не дает его покоя. Зависимость это всегда потребность, зависимость это всегда определенная пустопа в душе, зависимость это всегда стремление в разной степени осознанности, значит, избежать определенного конфликта, ну, личностного конфликта, личностного конфликта в жизни человека. И скорее всего, ваш сын именно это и делает. Не обязательно, что он это осознает, но, скорее всего, так и есть. Далее, значит, согласиться, не согласиться, точнее, с экспертом Лидии сложно в ее оценке происходящего, но я, пожалуй, от себя хотел бы добавить то, что и она, и еще одна моя коллега, коллега, не увидели. Я полагаю, это произошло не специально, а вот, ну, просто вот так получилось. Мы не можем все увидеть, вот, именно для этого, собственно, и нужны ответы разных, разных, значит, экспертов. Вы сказали, что отец положительно относится к тому, что происходит с вашим сыном, и покупает ему, ну, соответствующие электронные устройства. То есть, его не волнует то, что происходит с его ребенком. Да? Получается. Вот мне бы хотелось, чтобы с этого момента вы несколько поподробнее бы рассказали, почему у вас такие разногласия в контексте воспитания своего сына. Понимаете, эта ситуация, она довольно серьезна. То есть, очень серьезно, что вы со своим мужем имеете разные взгляды на воспитание, значит, скорее всего, вы имеете, ну, и другие какие-то разные взгляды на вещи. Вы не можете не ссориться со своим мужем по этой причине. И раз вы ссоритесь, если вы ссоритесь, то волей-неволей это создает для ребенка как раз-таки ту самую травмирующую ситуацию, за которую он и мог начать так себя исти. То есть, помимо всего прочего, что вам указали эксперты, вот помимо этого еще обязательно нужно, чтобы вы проанализировали либо одна, либо вместе с психологами, чтобы вы проанализировали, значит, то, что происходит в вашей семье. Это очень важно. Какая атмосфера в вашей семье? Какие отношения между вами и, собственно говоря, вашим мужем, отцом, ребенком? Насколько у вас все хорошо друг у друга? Насколько, значит, положительная или отрицательная атмосфера в семье у вас? И так далее. Не нужно принижать значение подобных вещей, потому что это очень-очень важно. Я хочу, чтобы вы постарались сами для себя этот момент уяснить. Он принципиально важен именно для того, чтобы определить, что заставило ребенка так себя вести. Потому что, еще раз повторю, он не просто так начал, значит, придерживаться такой модели поведения. Даже если там действительно наркотики, даже если там действительно какие-то психотропные препаратные вещества, все равно это лишь следствие того, что ребенок не справился с проблемой. А проблема заключается именно в том, что вы, вот, создали определенную атмосферу, значит, в своей семье. Я вас ни в коем случае не обменяю, но, значит, как бы разобраться с этим нужно. Далее. Выпишет я то, значит, что вот сын ведет себя определенным образом. Да, я сейчас не буду это перечислять. Это и так, надеюсь, понятно. Вот, сын ведет себя определенным образом. Соответственно, в этой ситуации очень важно понять, с какого момента конкретно, с какого периода мальчик начал вести себя так. То есть, что заставило ребенка, что могло заставить ребенка начать вот так себя вести. Я хотел бы, чтобы вы это тоже постарались для себя понять. Выявите, если вы сможете выявить причину, по которой ребенок вот так себя ведет. Если вы сможете увидеть причину его поведения, такого поведения, то вы получите в свое распоряжение тот самый, условно говоря, раздражающий фактор, который влияет на ребенка подобным образом. Дело в том, дело в том, дело в том, я хочу, что вы это тоже постарались понять. Дело в том, что даже если, даже если симптомы того, что происходит с вашим мальчиком, значит, уйдут, да, даже если они уйдут, симптомы, все равно, все равно, вот эта травмирующая обстановка, травмирующая атмосфера, она останется. И если вы хотите сделать так, чтобы сыну ничего не грозило, если вы хотите, чтобы ваш ребенок был счастливым, там, и так далее, и так далее, и так далее, то вам необходимо, значит, подумать, что может его провоцировать на подобное поведение. Это очень важно. Без этого, без подобного анализа, без подобных направлений, без подобного размышления, у вас не получится понять всю картину происходящего целиком. И в этом случае, даже если вы, значит, ну, поможете своему ребенку, поможете ему справиться с, например, вот этим вот состоянием, которое у него есть, да, сейчас, даже если вы можете это сделать, то в этом случае все равно, все равно останется риск того, что он, ребенок, будет подвержен негативному воздействию среды, в которой он находится, и, собственно, ваши усилия, они рискуют оказаться в тюне, они рискуют пропасть зря. А если вы, например, вот, допустим, сделаете что-то, вы, например, можете ему помочь, да, вы, например, можете, там, для него сделать все, что нужно, все, что в ваших силах и так далее, это вы все сделаете, вы молодец. А дальше он опять окажется в той же самой для себя ситуации и вновь, скорее всего, скатится опять туда же, потому что, ну, для него это, возможно, единственный способ решения своих конфликтов. То есть, при, вот, всегда, когда есть зависимость, ну, когда есть элемент зависимости, я рекомендую, вот, рекомендую практически всегда, я рекомендую думать о том, в какой среде живет ребенок, и, ну, или человек, что-то не так важно, вот, в какой среде живет субъект, чтобы постараться ему помочь, потому что именно среда определяет в итоге то, что делает человек. Если не корректировать эту среду, если ее не анализировать, если не разбираться с тем, какая это среда, как она влияет на ребенка или на человека, что она делает с ним, почему он вообще решил, вот, ваш ребенок, да, почему он вообще решил, там, заниматься вот этим, почему он перестал учиться и так далее. Если это все не разобрать, то не имеет смысла помогать ребенку вообще, потому что, ну, это, по сути, это получится пустая трата времени и ваших сил, и вы ребенка будете просто, ну, травмировать, вот, ну, просто набрасно будете его травмировать, потому что смысла никакого в этом не будет, вот. Я надеюсь, что я смог донести до вас главную мысль, что не нужно, как бы, занимать пассивную позицию в том, что вы делаете и в том, как вы делаете. Вы правильно поступаете, что бьете тревогу. Вы правильно поступаете. Вы молодец. Но, если вы бьете тревогу, то бейте ее всеобъемлющим образом, то есть я имею в виду, бейте ее по всем фронтам, а не только по одному фронту, например. Например, допустим, фронт, который касается вот только, допустим, его поведение, ну, наркотической зависимости может быть, или зависимости там от, например, тех же, тех же и игр, допустим, и так далее, да. То есть чтобы вы старались не ограничиваться только этим, чтобы вы старались, как, ну, вот всеобъемлющим образом помочь своему ребенку. То есть я надеюсь, что я смог вам эту мысль свою донести. Вот. Значит, на этом все. Надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Я старался, я старался, чтобы вы увидели все, всю картину более полно, а не только с позиции определенного взгляда, да. Вот. Если у вас остались вопросы ко мне по психологии, например, чтобы разобраться с вашими семейными отношениями, чтобы понять, что с ними происходит, чтобы понять, почему это происходит, да, и так далее, вы можете написать мне в личку или любому другому эксперту. Вот. Каждый из нас, в том числе и я, будем рады ответить вам и помочь разобраться в вашей проблеме. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи вам.